Привет, красотка! И сегодня я решила снять такое незамысловатое видео. Но знаете, мне кажется, несмотря на то, что такие видео особо не несут какого-то информационного подтекста, смысла, они все равно классные именно тем, что они сближают нас с вами и как-то душевненько становятся на канале. Сегодня я вам покажу, что лежит в моей сумке. Признайтесь честно, кто так давно со мной, что помнит мою первую и последнюю, собственно, распаковку в моей же сумке, которую я снимала в году так 2016, когда существовала еще такая вещь, как тег или челлендж. Сейчас, кстати, в ютубе такого мало. Я немножко скучаю по тем временам, когда, знаете, какой-то челлендж вносит блогер, и начинают другие блогеры тоже это подхватывать, и как-то так дружненько получается. Ну, если кто-то меня смотрит из блогеров, подхватывайте, давайте заново запустим волну, что в моей сумке. Мы стали взрослее, у нас изменились привычные нам вещи. Что касается моей сумки, я поняла, что у меня нет, типа, знаете, дамской сумочки, в которую я кладу помадку, салфеточки, матирующие. Нет, у меня есть, короче, рабочая сумка. Это единственная моя сумка, которой уже 4 года, и которая выглядит, кстати, очень хорошо до сих пор. Мне просто в какое-то время, я поняла, что нужен именно портфель, чтобы носить всякие рабочие штуки, типа ноутбука, такие винтажные заклепочки у него. Вахромах. Помимо этой сумки у меня есть еще мамская сумка. Это просто портфель, в котором все для Евы, для меня, для нашей прогулки. И, ну, больше у меня вот реально нет сумок каких-то, которые было бы интересно показать. А, еще есть сумка-пояс для пробежки. Ну, туда я просто кладу наушники. Поэтому я решила показать самое интересное. Здесь именно то, что я ношу с собой каждый день. То есть ничего там дополнительного я не подкладывала для видео. Ну что, начнем. Вот запомните, кстати, да, как она выглядит. Вот такая вот, достаточно узенькая, да. И вы обалдеете, сколько сюда помечается, потому что я как-то многоярусно все накладываю. Вот так вот она выглядит в разрезе. Ну и сверху, конечно же, что мы можем видеть в 2021 и 2020, и, возможно, еще в ближайшие 5 лет, но, надеюсь, нет. Это маска. Маска, без которой никуда нельзя зайти, которую нужно надевать. У меня маска 3M. Это маска со встроенным фильтром. И, наверное, начнем с самого объемного, самого большого. Это, конечно же, ноутбук. Ноутбук со мной всегда и везде. Поприветствуйте, это мой рабочий инструмент номер 1. Ну, наверное, номер 1 это все-таки камера. Это рабочий инструмент номер 2. А, кстати, на нем смонтированы не все видео, потому что он новый, ну, то есть, относительно новый. Мы его купили в сентябре. Ну, окей, вот старый ноутбук. Это тоже был MacBook Pro. На нем смонтирована большая часть моих видео. И он прям молодец. Знаете, я была уверена, что с моим монтажом, с объемами файлов, с таким долгим и сложным выведением видео, он у меня сдуется раньше времени, но стоит отдать ему должное. Вот меня иногда спрашивают, в какой программе я монтирую, какой у меня ноутбук. MacBook Pro и Final Cut, да, Final Cut это программа, это идеально. Почему я сменила ноутбук? Потому что все-таки, видимо, я его довела до белого коления. Я настолько, видимо, его добила, что он именно зарядку перестал держать. И мог просто хоть когда выключиться. Меня вот именно это напрягло. Потому что, когда ты монтируешь видео, и оно просто вылетает, несмотря на то, что Final Cut постоянно сохраняет, как бы, видео, если это произошло вот так внезапно, да, он просто выключился, и Final Cut еще не успел сохранить текущую версию, то это очень больно. Серьезно, я пару раз даже плакала, потому что это, правда, обидно. И потом не хочется точно так же монтировать, да. То есть ты смонтировал, прям кайфуешь. И потом, когда все слетает, ты, конечно, можешь смонтировать заново, но это уже будет какая-то вот механическая работа. Все, ладно, короче. Этот MacBook Pro еще с этой штукой. Сенсорная вот эта панель. Разница по сравнению с предыдущей версией. Это то, что здесь еще есть Touch ID. Ну и мы купили побольше оперативной памяти. Потому что там у меня она очень быстро засорялась. А тут записочка и длиннейшая. Следующая вещь номер два для любого блогера. Это, конечно же, жесткий диск. Потому что монтировать с памятью ноутбука, это равно его убить и забить эту память быстренько. Этот диск у меня на 2 терабайта. Хватит надолго. Незаменимая вещь. И, конечно же, вещь номер три. Это переходник для карты. Он у меня такой супер минималистичный. С этой стороны вставляется карта. С этой стороны USB Type-C провод вот этот. А, я забыла о самом главном преимуществе этого ноутбука сказать. Именно вот этой версии, да, где эта сенсорная панель, что они, производители, сделали две дополнительные дырки. Спасибо им большое. Они просто услышали молитвы. Почему это важно было? Потому что в прошлой версии было всего две дырки. Дырки, так говорю. Два входа, извините, пожалуйста. И если ты вставляешь одновременно переходник, да, у тебя здесь видео на карте памяти. Жесткий диск, чтобы с карты памяти перекинуть на жесткий диск. И в этот момент у тебя садится зарядка, например, то ты ее никуда не ставишь. И нужно выбирать что-то одно. У меня была несколько раз такая ситуация. Приходилось немножечко зарядить, буквально до 10%. Вставить карту, передать, потом опять убрать переходник и вставить снова зарядку. А сейчас есть плюс два входа. И также появился вход для наушников проводных. Кому это еще актуально? Мне уже не актуально. Почему? Потому что следующий пункт это наушники. Это не вакуумные аирподсы. Я вообще, кстати, недавно узнала о том, что у них вышли вакуумные. Это самые обычные вот такие вот чик-чик. Кстати, первое время я была одна из тех людей, кто против таких беспроводных наушников. Потому что для меня провода, только не смейтесь, были фактором того, что я занята. То есть, что это означает? Если я с проводом, да, с наушниками, их видно, это значит, что ко мне точно никто не подойдет, потому что человек видит и понимает, что я в наушниках. Особенно меня это спасало в университете, потому что... Перерыв на водичку. Потому что там ты, например, хочешь побыть в своих мыслях, или я там уже сценарии писала. И к тебе обязательно кто-нибудь подойдет, что-нибудь скажет. А когда у тебя есть провода, ты как бы ограждаешься от мира и такой, оп, я занят. А эти наушники, их почти не видно. И к тебе подойдет кто-то, ты такой, м-м, чё, с пятого раза такой, да, что вы, что... Я в наушниках была. Но ничего, я сейчас как-то уже привыкла и нормально. Вот раз я достала бутылку, следующая вещь это бутылка. Очень много вопросов про бренд нашей бутылки. Я уже сменила две, получается, одну розовую просто, потому что она уже изжила себя. Везде были какие-то покоцанные штуки. Это бренд-система. И система у нее такая, что она очень легко и быстро открывается, да, то есть у нее здесь такая пипочка, ты пьешь. Очень удобно ночью, мамочкам на заметку, потому что ночью пить хочется, особенно те, кто на грудном вскармливании. Первое, особенно, время очень хочется пить. Я могла вот такую бутылку выпить за два часа. И что она бесшумно открывается, что она не требует снятия крышки. У меня, кстати, здесь появляются такие заломы, потому что я немножко неправильно ее использую. По сути, тебе ничего не надо с ней делать. Просто когда ты пьешь, нужно перевернуть бутылку и как будто начать всасывать воду. И она к тебе легко льется, потому что там какая-то вот эта вот система, пузырьки, там вот это вот все, воздух как-то проходит. Что делаю я, человек скорость? Когда я пью, я нажимаю ее еще, чтобы у меня влилось побольше воды. Это происходит вот так. И из-за этого здесь остаются вот такие заломы. И сюда она помещается идеально. Именно вот так я ее кладу. А, немножечко еще к моему ноутбуку запчасти. Очень важно. Это, конечно, заряд. Идем дальше. Черный блокнот. Блокнот-моя жизнь. Я обожаю писать на черной бумаге. Мне кажется, белым по-черному писать это прямо какая-то магия, потому что, ну, все для нас привычно черным по-белому. К нему у меня идет ручка. Как-то по настроению бывает иногда. Мне хочется это делать все в электронном виде. И в таком случае я использую планшет. Там есть два классных приложения. Один календарь из них. А один нотабилити. Очень удобно, хорошо. Но иногда мне хочется прямо писать от руки. И вот в 2021 году пока что все это время я писала только здесь. Здесь у меня мои планы на ближайшие недели. Моя карта того, что я себе представляю. Это, кстати, на первой странице. Я нарисовала карту. Она для меня называется карта антираспыления. Сейчас объясню. Раньше я ставила в цели себе, даже не цель. Я ставила себе планы на следующий год. И знаете, как я делала? Я писала их на бумажке и убирала. На год. Это был какой-то процесс. Я не знаю. Ну, для меня в голове был магический, наверное, процесс. Типа через год я должна открыть. И все это свершилось. Конечно, прикольно было бы, если бы это работало так. Но на самом деле, конечно, чтобы все это воплотилось в жизнь, тебе надо над этим работать. Это нужно видеть постоянно перед глазами. Так вот, я себе специально в моем скетчбук, это называется, блокноте, короче говоря, на первой странице написала эти цели. Но не списком, чтобы это не было скучно и не хотелось пропустить, так сказать. А в виде карты. То есть я нарисовала себя в центре и стрелочки, которые из меня струятся, на какие сферы я делаю акцент в этом году. Также здесь мое расписание недели. Именно, знаете, не расписание каждой недели, а блоки в течение дня, чем я занимаюсь. Например, чтобы я не пропускала лекции по нутрициологии, я делаю всегда только в один день. Три часа я уделяю нутрициологии. Или танцы, то есть то, что повторяется два раза в неделю. Йога, то, что повторяется два раза в неделю. Встречи с друзьями. Я никогда их не ставлю в то время, когда у меня рабочее активное время, то есть я могу монтировать, снимать и так далее. С обратной стороны этого блокнота у меня сценарий. Расписание на канале. Ну, в общем, такой мой творческий дневничок. Самое крупное мы посмотрели. Дальше идут какие-то мешки. Это такие штучки, которые лежат у меня почти везде. Распиханы. Ну, а как сказать по-другому? Короче говоря, везде у меня лежат вот такие штуки. Это обычный шоппер, ходить в магазин за продуктами. Это моя самая любимая сумка. Это баллоневая. Вот так она выглядит. Я не знаю, я прям обожаю этот дизайн. Покупала еще год назад For Fresh. Ничего с ней не случилось. И она настолько легкая, настолько она компактная, когда ты ее вот так вот свернешь. Почему она, кстати, еще такая пухленькая? Потому что внутри сейчас лежат три фруктовки. Это то же, что я ношу все время с собой. То есть, если я вдруг захожу в какой-то магазин, чтобы у меня были под рукой, ну, хотя бы три фруктовки. То есть, здесь я взвешиваю фрукты. Чик-чик. Сюда приклеиваю этикеточку, очень удобно. Мне эта вся тема напоминает мою бабушку. Потому что у бабушки тоже везде вот такие баллоневые сумки лежат. Время циклично. А вот что тут... Ой, хотела очень это сделать. Эпично. Давайте еще раз. А вот что здесь лежит. Как будто не было прошлого дубля. Мало кто догадается. Это многоразовые бахилы. Притом, они у меня были раньше в коричневом цвете. И мне казалось, типа, круто, что они не такие яркие, коричневые. У меня все как раз примерно в таком стиле. А сейчас я полюбила именно яркие бахилы. Почему? Потому что с ними меня гораздо чаще спрашивают, а что у вас на ногах. И получается, можно популяризировать эту тему. Многие интересуются, типа, а что, где вы их взяли, почему там у всех синие, да, в стоматологии или на маникюре. А у вас зеленые, еще они какие-то странные. И я начинаю им рассказывать, что вот, это многоразовые бахилы. Я часто хожу там на маникюр, куда-то в салон, в стоматологию. Каждый раз беру по паре бахил. Это столько пластика. А еще в некоторых местах, из-за того, что у нас сейчас много снега, много грязи, одна пара бахил не справляется. И говорят, надевайте две, а то и три пары бахил. И просто представляете, если сколько клиентов у них каждый день. Все надевают, выбрасывают. Это просто гора пластика каждый день в каждой больнице, в каждом салоне. И я понимаю, что пока что, конечно, это не всем будет удобно, комфортно к этому прийти. Но, по крайней мере, уже задают вопросы. Насчет стирки что? Ты просто складываешь вот в такой вот мешочек. Домой в стиралку. Желательно, да, иметь две пары бахил, если вы часто куда-то ходите. Например, у меня стоматология бывает три раза в неделю, да. И я, например, в первый день не успела, забыла положить в стиральную машину. И в следующий раз уже, когда иду, понимаю, что у меня до сих пор грязные бахилы лежат. Я беру тогда новую упаковку, новую пару бахил и ту кладу в стиральную. По бьюти-части у меня такой небольшой наборчик. Это бальзам для губ. Любимейшая вещь. Это блистекс. Блистекс я, в принципе, обожаю. С ним знакома уже давно. Прекрасный рельеф у моего бальзама. Как вы думаете, почему? Потому что я дала его Еве понюхать. Ей так понравилось. Она начала говорить альзам, бальзам. Это просто восхитительно. Но она туда начала пальчиками лезть. Поэтому сейчас у меня вот такой вот бальзам. Надо сказать, что он спас мои губы. Потому что абсолютно идиотская привычка, которая у меня зимой почему-то обостряется. Ковыряние губ. Кстати, иногда я бальзам этот еще наношу на кутикулу. Только если руки чистые, разумеется. Следующая штучка. Это такой двойной стик. Одновременно блеск для губ. Одновременно нюдовая помада. Кстати, я сейчас именно с ней. Это Seventeen. Это знаете, с каких времен еще помада? Со времен рождения Евы. Когда я начала снимать марафон, который так и не увидел этот цвет. Марафон, в котором я тестировала разную косметику на протяжении 7 дней. Короче, это была прикольная идея. И там я скупила очень много косметики как раз для теста. И именно из масс-маркета. И вот с того времени осталась эта классная нюдовая помада. Мне очень нравится. Нравится особенно, что место много не занимает. А в итоге у тебя два продукта в сумке. Следующая вещь, это такая мимимишная штука. Это зеркало, которое мне подарил Денис. Я не помню, если честно, откуда. Из какого-то города, по-моему, Денис привез. Конечно же, все заляпано. Одно зеркало здесь обычное. И одно немного увеличивает. Ой, красиво-ка. Просто тут такой милый дизайн. Как будто, знаете, мне 5 лет. И также лосьон для рук. С антибактериальным эффектом. Я на самом деле редко очень использую что-то антибактериальное. То есть то, что прямо убивает твою микрофлору рук. Антибактериальное это не всегда. Хорошо на постоянной основе. Потому что бактерии на руках все-таки должны быть. Я люблю больше вымыть руки просто с мылом. Если там идем в заведение какое-то. Но если какая-то экстренная ситуация. Нет выхода к раковине, к воде, к мылу. То использую эту штуку. Септопров. Осталось совсем ничего. Но очень интересная вещь осталась, девочки. Отгадайте с трех раз. Что это? А если я сделаю вот так? Вау, магия! Это чудо-вещь. Это складной стакан с собой. Чтобы не покупать пластиковые стаканчики в кофейне. У него есть такое еще колечко. Чтобы горячо рукам не было. Я даже не знаю, что мне больше всего нравится в этом стакане. Его нереальный дизайн. Или его функционал. И то, что он занимает вот столько места у тебя в сумке. Именно это я искала действительно. Потому что вот эти все термостаканы, термокружки. У меня и так бутылка воды с собой постоянно никуда бы не поместилась. И вот это вот колечко, это прямо гениально. То есть оно помещается в колечко. Здесь, кстати говоря, 355 миллилитров. Закрывается, ничего не проливается. Ну, просто идеально. Я много кружек перепробовала. Много термоса всяких перепробовала. Это бренд Стоджо. Можете также найти на Фо Фреш. Разные дизайны, разные цвета. Даже есть бутылки для воды в таком формате. Но мне нравится моя бутылка больше. В любой кофейне, кому я не даю налить сюда кофе, получаю массу комплиментов. Ну, точнее, он получает массу комплиментов. Конечно же, за его внешний вид. И последняя вещь, но не по значению, девочки. Это батончик. Не всегда, конечно, лежит именно этот. Просто что-нибудь, чтобы перекусить. Потому что, когда я иду, там, не знаю, в кофейню, возьму там кофе, мне нужно к кофе что-нибудь. Вот я такой человек, что я обязательно к кофе должна что-то иметь. В плане какой-то вкусняшки маленькой. И это должно быть не что-то большое, сладкое. То есть, например, не кусок торта. Кофе идеально подходит какие-нибудь сухие печенья. Или вот батончик, например. Ну, и часто в кофейнях мне не очень нравятся десерты, сладости. И мне ничего не подходит. И я беру с собой батончики. Абсолютно разные. Сейчас море хороших батончиков. Посмотрите. Состав вот здесь, например, только финики, только инжир, только бразильский орех, только семена подсолнуха и кардамон. А, еще написано стопроцентная любовь. Сумка пустая. Все валяется теперь на диване. Вот, собственно, и все. Мы с вами стали еще чуточку ближе. Вы уже куда только ко мне не заглянули. В квартире вы знаете почти каждый уголок. В сумке вы знаете каждый уголок. Кстати, скоро я сниму еще видео, что у меня в холодильнике. 2021 вариант. Потому что год назад я снимала такое видео и два. Два года я снимала назад такое видео. Срочно надо повторить. Многое изменилось. О многих продуктах вы меня спрашиваете, где, что, как. Я чувствую, это будет прям такое длинное видео. Ну, а я, конечно же, приглашаю вас в свой инстаграм. Скоро мы, кстати говоря, отправляемся в одно немножко дикое место. Ну, для меня, я до сих пор в моем сознании не помещается эта информация, что мы туда отправляемся, что мы туда отправляемся именно сейчас. Но к чему я-то говорю? К тому, что в инстаграме я сейчас буду более активна. Возможно, возможно, я сниму оттуда видео а-ля влог. У меня будет два варианта. Либо отдохнуть полностью, да, от всего вообще. Либо наоборот, показать вам все самое интересное. Посмотрим. Я вас обнимаю. Надеюсь, вы выпили свой литр воды за это видео. Нет, хотя бы стаканчик. И, конечно же, улыбайтесь чаще, красотки. Субтитры сделал DimaTorzok